Итак, приветствую вас, друзья! Меня зовут Саша, вы на канале Князь ТВ. И сегодня выходит достаточно необычное, интересное видео, потому что за всю историю моего канала ни разу ко мне не приходили посылки от подписчиков, тем более я их не распаковывал на видео, а сегодня пришла посылка даже от подписчицы, это вдвойне интересней. И, пожалуйста, напишите ваше мнение в комментариях, стоит ли мутить такую херобору или нет, потому что за всю историю моего канала ко мне обращалось очень много ребят, которые хотели реально что-то мне прислать. Я не знаю, кто-то письмо, кто-то энергетик, кто-то какую-нибудь безделушку, и я все время отказывал, потому что, ну, не хотелось лишний раз светить свой адрес. Но, по сути, если я не ошибаюсь, на почте можно сделать какой-то там специальный для тебя ящик с отдельным адресом, куда тебе будут приходить посылки. И не надо свой адрес светить, а то, знаете, как комментарии читаешь, там все хотят тебя побить, а я реально переживаю, вдруг какой-то школьник меня маленького пиздюка двухметрового сто килограммового унизит, запишет на телефон и побьет. Зачем мне эти проблемы-то нужны, ребятки? Вот, напишите в комментариях, я могу арендовать какую-то специальную херобору на почте, куда вы можете слать какие-то посылки свои, и я потом впоследствии буду это распаковывать на видосах. Может быть, поржом, может быть, интересно будет. Кто-то пришлет энергетик, кто-то пришлет на письмо, в котором напишут, что я полный долбоеб. Это же всегда интрига, это всегда какой-то прикол. Ну, что? Погнали, ребятки, распаковывать. Вот такая вот интересная коробка Почта России. Я живу в Латвии, и для меня это некий, не знаю, ну, как вам сказать, не тотем, но достаточно редко я вижу на посылках или где-либо почта в губ Московской области Почта России. Все дела, все навороты, место для бланка. Вообще редко вижу какие-то русские названия на чем-либо. У меня, знаете, идешь по Латвии, не увидишь такой темы, что на магазине написано «Магазин». Там будет написано «Вэйклс». Потому я, наверное, эту коробочку оставлю с этим скотчем, оставлю себе на память. Прислала мне данную посылку Света, моя подписчица. У нее ник в игре Эльвара, за что ей просто огромнейшее спасибо, несмотря ни на что, несмотря на то, что там есть. Может быть, там реально какое-нибудь письмо, там, где она написала, что я дебил. Беру свой кинжал, кстати говоря, уже потрепанный временем, обожженный, поцарапанный. Я когда-то этим ножом любил работать, хотя он не особо дорогой. Я даже не знаю, ну давайте сейчас, как бы мне это все сделать так, чтобы не разрушить, как говорится, начинку. Как бы мне это аккуратненько открыть? Опа. Сейчас вы... Ах, кайфуем от звука, ребятушки. Ну, я распаковщик, и тот еще тот, но я ни хера не буду это вырезать. Я возьму вот так вот, попилю. Вот, люблю я, знаете, вот так вот все это разрывать, вот так вот кромсать, когда мне приходят какие-то посылки. И, о божечки. О божечки. Что-то уже виднеется, ребята, что-то уже виднеется. Так, опа. Блин, Света мне прислала пупырчатую, пупырчатый, как это на русском, пупырчатый полиэтилен. То есть, я, короче, ребятки, я теперь знаю, я фанат этой фигни. Я теперь буду на... Блин, Света, огромнейшее спасибо тебе. Реально, я теперь буду на стримах сидеть и... Да, давайте, чтобы вы кайфанули вместе со мной. Давай. Ну, ну, давай. Блин, оргазм получаю. Но нет, 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 подождите. Тут посылка у нас не только в пупырышках этих. Вот, все это распаковываем. Так, у нас вот такая вот штучка. Это, наверное, письмо. Опачки. Ребятушки, а это у нас тут все ручной работы. Ёпер, ёперный ты тебя. Офигеть. Так. Вот. Вот этим у меня будет сегодня ночью вместо секса. Я буду просто вот эти вот пупырчики пупырчить. А вот. Это надо, это надо беречь и растягивать с удовольствием на долгое время. Ребятки, запомните. Никогда не выбрасывайте эти штуки, потому что это просто супер. Это куда лучше спиннера. Во-первых, мы видим, как я понял, обруч для моей дочки. Причем, блин, очень красивый. И так, с цветочками. И это, ребятки, это все ручная работа, что самое интересное. То есть, тут цветочки из чего-то вылеплены. И, блин, этот обруч достаточно тяжелый. Я, наверное, на себя его мерить не буду. Пока что, если дочка откажется его носить, то я, может быть, на стрим как-нибудь одену. Потому что дочка как-то вот к обручам относится вполне, ну, достаточно негативно. Она вообще такая привередливая. И там даешь какую-то... Ребенку два годика, а ей даешь какую-нибудь шмоточку, еще что-то. Или покупаешь какую-нибудь игрушку дорогую. Там, не знаю, за 50, за 100 евро. Она такая... Ха! Ну его нафиг. Убери от меня. Вот так вот рукой машет. Еще там не особо разговаривает. Просто рукой машет, убегает. И с удовольствием играет с каким-нибудь мешком из магазина. Потому что вот у него, у мешка вот такие вот звуки. И как бы ребенок достаточно с характером. Я обязательно сегодня примерю. Блин, Света, большущее спасибо. Ну-ка, будем одевать обруч? Да ладно. Ты его даже заценишь? Смотри, какой красивый, да? Так, только не сломай там это все... А, надо цветочек, да, обязательно поковырять. Одевай. Ты одевать будешь? Ух ты! Ух ты! Ты его даже одеваешь. Ну давай одевай, Элина. Как одеть? Да, я тебе помогу. Опа. Прикольненько. Смотри, даже писанулось. А теперь давайте сравним, если я, к примеру, попробую надеть корову. Нет, не хочешь? Не нравится? Нет? Ну давай надену. Фигня какая-то, да? А дальше у нас тут уже подарочки. Подарочки непосредственно для меня. Если кто-то помнит и следил также за стримами Руслана, Света Руслану подарила яйцо, на котором был нарисован один из наших питомцев в игре. И Светочка, за что ей большое спасибо, она мне написала и говорит, слушай, я Руслану сделал подарок, а тебе подарок не сделала. Как-то некрасиво получается. И она мне прислала вот такие вот яйца ручной работы. Причем Руслану только одно, а мне три. И тут нарисованы, короче, питомцы нашей игры. Здесь есть непосредственно олененок, что реально круто. Здесь есть цепелин, да? Цепелин у нас сейчас актуальная вещь в нашей игре, дамы и господа. И также здесь еще есть непосредственно феникс. Феникс тоже очень актуальная вещь, когда вы проходите битву гильдий Минотавром или, к примеру, Ронином, то есть те, кто проходит битву гильдий Цепелином и непосредственно Фениксом, лепите под видосом, пожалуйста, лайк, пишите в комментариях, и вот такой вот новый питомец, который был добавлен один из самых последних в игре, это, конечно же, у нас Олененок. Да, ребятушки, я тут, короче, совсем забыл прочитать, тут же письмо еще вложено, давайте мы его раскроем, прочтем, доброе у нас такое позитивное видео получается, может быть, там что-то про меня написано плохое, я не знаю, так, открываем. Подарочный набор Подарочный набор Называется, чтобы ратуша не упала В набор входят Легендарное яйцо питомца, содержащее питомца Рудольф Редкое яйцо питомца, содержащее питомца Феникс Обычное яйцо питомца, содержащее питомца Цепелин Скин Короны Скромная Принцесса Данный набор нельзя получить обычным способом за самоцветы кристаллов героев, либо участвуя в акциях GG Среди способов приобретения есть дарить позитив и улыбку, быть хорошим человеком и вызывать желание подарить улыбку в ответ Не на память и для улыбки от Эльваре Паскриптум, паскриптум Спасибо большое Блин, очень хорошо, что все-таки эта посылка дошла из России Она дошла, кстати говоря, достаточно быстро И мне ее отдали на почте, несмотря на то, что фамилия была моя, немножко неправильно написана И здесь ничего не разбилось, ничего не уничтожилось Просто, блин, большущее спасибо Реально очень приятно, Света И как бы, блин, это даже куда приятнее больших каких-то донатов Ну потому что ты знаешь, что человек это делал сам Это вот буквально там две недели назад или сколько посылка шла Вот Света сидела, мучилась, короче, и рисовала И это, блин, реально прикольно И я знаю, что вот такой штуки больше ни у кого из вас нету И, блин, это оставится на память Потому что разработчики бы... Я бы на месте разработчиков уже давно сделал бы какие-нибудь такие статуэтки игровые, да? По типу игрушек или еще чего-либо Но, к сожалению, у нас в игре такой херни пока что нету Я бы с удовольствием купил бы А тут вот мне... У меня есть, у вас нету, ребята, а у меня есть И как бы завидуйте мне И у меня вот такой цепелин Я его себе поставлю на полочку рядом с кнопкой от Ютуба, микрофоном и так далее Светочка, большущее тебе спасибо От души, реально И этот обруч... Сейчас пойдем мерить дочке Я не уверен, что... Ну, дочка с... Ой, чуть все не разбил и не сломал Но дочка с характером, понимаешь? И она... Блин, ну я сам обламываюсь Я не могу ей нормальные игрушки покупать Потому что она их просто с ними не играет И вот такая вот... Ей лучше с мешком каким-то поиграть Или мешок на голову одеть, да? Это куда интереснее, чем обруч ручной работы Я попробую ей это примерить Надеюсь, она писанется На этом все, ребятушки Светочке, еще раз большущее спасибо Пишите в комментариях, открыть ли мне какой-то специальный адрес Куда вы могли бы что-то присылать Я бы об этом записывал видео И... Как бы вот так вот все Пишите, что думаете в комментариях Но я реально счастлив, я очень доволен Свете Просто огромнейшее спасибо Я уверен, что приложено просто огромнейшее количество трудов Вы понимаете, что это даже... Как вам объяснить? Это... Ну, это все потрогать можно Это не просто краска наложена Это еще что-то сверху наложено Так, как бы ты все вот... Ты все это можешь потрогать Это все вот так торчит И... Блин, это дико прикольно Я дико рад, ребятки Огромнейшее спасибо еще раз Свете Спасибо вам за то, что смотрели Пишите в комментариях И если вам это интересно То я открою специальный адрес на почте Куда можно будет какую-нибудь фигнюшку присылать И буду этот адрес оставлять на... В описании под видео Вам же пожелаю огромнейшей удачи Вот, Свете еще раз спасибо И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok